Ребята, всем привет! Доброе утро! Сейчас у нас время ровно 9 часов. Я уже успела погулять с собакой, помыть ей лапы, дать витаминку, вкусняшку, покормить обычной едой. И сегодня я проснулась в ужасном настроении, потому что меня капец как грубо разбудили. Но это не важно, меня разбудила улица, скажем так. Так что была я в ужасном положении духа, но сегодня прохладненько. И сходив на улицу, у меня все стало на свои места. Сейчас вам постараюсь показать Харечку, давай ей там рубец и мил снять тебе бить. Ходи, тебя не видно? Тебя не видно, малыш, мода. А, нифига не видно? Сейчас. Ну, совсем другое дело. Хатико, а? Хатико. Никто лучше не отнимет ничего по здоровой, ай-яй-яй-яй, как жадно кушает рубец. Да, умки. Она, кстати, хитрит, когда я ей даю, допустим, как у верблюзика. Рубец, там два кусочка, ну, две полосочки и что-то еще, она всегда ест сначала полосочку рубца, потом то, что я ей даю параллельно, и потом опять все это заедает рубцом. Хатико, вот эти вот крошки, две, мне не нравятся. Пожалуйста, возьми и съешь их. Вот так. Все, теперь умница. Да, Хатико? Да, ты умница. Ты умница у меня. Мы ищи-то еще. Вот, и все крошечки. Бедное животное. Я сейчас пойду завтракать, вернее, завтракать я сейчас не буду. Я выпью зеленого чая, и все. С мятой, потому что надо кофеинчиком запастись чуть-чуть. Заварила я себе чай Хейлис с мятой зеленой, и сейчас он чуть-чуть остынет, я его специально поставила на сквознячке, буду пить, потому что очень горячий. Пока у меня там чай остывает, буду заполнять личный дневник. И, кстати, вот разбираю, тут на столе я нашла циркуль, поэтому циркуль я покупать 100% не буду. У меня даже есть грифель запасной, и сам циркуль, причем в цвет пенала, который я хочу купить. Ну, вот этот вот кейсик, про который я говорила, пластмассовый. Так что, ну, 100% мне не нужен. Ребята, в общем, я сейчас иду по делам. Мне нужно сделать ключ. Потом мне нужно купить таблетки для дедушки и сходить в хлебный, купить хлеба, ну и, соответственно, потом за сыром зайти. Так что я пошла. Отдала я ключик, сказали, что максимум 10 минут это займет. Я сейчас пока по-быстренькому в аптеку метнусь и за ключиком вернусь. Прям стихи, ребятушки. Да, 150 рублей, кстати, у нас сейчас стоит ключ сделать вот так вот. Ну, в среднем, да, в зависит от ключа, но это, конечно, такой простенький. Так что, сейчас я в аптеку за ключом и в горячий хлеб. В общем, я пришла только что. Купила я хлеб, сыр купила. И сейчас пойду сделаю, наверное, тост и нам с мамой с сыром. И сверху еще положим помидор. Свежий с дачи, между прочим. Хачик. Хачик, у Хачи есть мячик, да. Мячик есть у Хачи, да. Ребят, в общем, представляете, я, значит, дочитала книгу и уснула. А уснула я в 2 часа. Сейчас время без 24. Ой, ребята, как хорошо я поспала. Сейчас на улице прохладно, уже не так жарко. Сегодня у меня в планах еще, скорее всего, я поеду на дачу с папой. Перед этим я, наверное, пойду в библиотеку все-таки схожу. Возьму мертвые души. И, и, и... И на дачу, не знаю, может, пойду на пруд. Хотя, не знаю, что-то 23 градуса прохладно. Ну, вода теплая, конечно. Ну, посмотрим там. Еще не факт, что я вообще поеду. Ну, книжка, я не скажу, что она мне очень сильно понравилась, на самом деле. Может быть, что-то еще мне было непонятно в зависимости от возраста. Ну, хотя, не знаю, программа. Я не скажу, что я тупее, чем среднестатистический девятиклассник. Но, знаете, единственное, что я уяснила, у Лермонтова очень, очень точные цитаты можно выбрать оттуда, потому что все его вот эти высказывания, которые именно не относящиеся к этому произведению, а, в принципе, такие жизненные, да, очень глубокий смысл имеют. И я перечитывала эти страницы очень долго, поэтому я много времени потратила на эту книгу. Но, в целом, надо еще все это переварить, конечно, потому что нельзя говорить о том, какая это книга сразу после того, как ты ее прочитал. Так что я сейчас пойду к сестре. Она меня просила с ним там посетить, она Елизавету кормит. Так что я к ней пошла. Короче, ребят, я поехала кататься на роликах. Сейчас уже сижу. Я делаю круг один, ну, достаточно большой, объезжаю все наши центральные улицы. Это недельная, первомайская. И зацепляю чуть-чуть советскую, там, где горького. До советской я не доезжаю немножко. Вот. Сейчас я уже проехала туда. Сейчас пойду обратно. Мне, короче, папа уехал на дачу. Мам приедет только в начале восьмого. А сейчас время где-то 15.05 приблизительно. Мне нужно еще сходить в магазин. Сейчас вам покажу, кстати, какие у меня ролики. Вот такие у меня ролики. Серые, белые, розовые. И да, мне их купили, когда мне было, не знаю, лет семь, наверное, восемь. И потом я каталась на них какое-то время. Потом два года их вообще не надевала. В этом году решила опять вспомнить, так сказать, юность. Молодость, это не назовешь. Так что, и поехала обратно, опять на них кататься. А я поехала домой. Ребят, в общем, я уже вернулась домой. Я сходила в магазин. И сейчас я пойду купаться, потому что я как бы так обмылась после роликов. Но сейчас я пойду купаться, мне голову все надо помыть. Так что, увидимся с вами. Не знаю, сколько я пролежу. Минут через 40, наверное. Сейчас пока выгружу одно видео на YouTube. Сама там пошатить, какие-нибудь видео посмотрю. Ну, и заодно искупаюсь. В общем, ребят, я после того, как вышла из ванной, пошла смотреть «Рассмеши комика». Я всегда думала, что там не смешные и тупые шутки, но бывают реально те люди, которые так от души можно посмеяться. Короче, я прожала не знаю, сколько времени, и сейчас вышла гулять с хати, и меня мама попросила опять зайти в хлебный, потому что сейчас у нас как бы бабушка в больнице, и дедушка один, поэтому мы как бы сами хлеб себе берем, и дедушке, и бабушке. И я буду сегодня впервые привязывать хати около магазина, ну и, соответственно, оставлять ее одну. Скажу вам честно, я очень боюсь, но постараюсь. Да, кстати, меня очень многие люди спрашивают, ну как бы не в интернете, а просто там в школе, очень многие думают, что я накручиваю волосы. На самом деле нет. Сейчас покажу вам. У меня слегка влажные сейчас волосы, и вот такие локоны, их если разделить, очень многие думают, что я их действительно кручу, но на самом деле это все естественные такие у меня завитульки. Да. Хати. Где есть маленькая хати? Вот и на хате маленькая. Мы, кстати, на новой мушлейке. С новым поводком пойдем. Сейчас идем в магазин, правда, скажем честно, у меня сердце не на месте, потому что я прекрасно понимаю, что может так произойти, что я выйду, а собаки моей нету. Но я думаю, что ничего не случится за такое короткое время. Так что мы идем в магазин. Да. Вот так вот маленькая хати гуляет у нас всегда. Пойдем. Пойдем, мы хорошие. Да, кстати, не стала пристегивать рулетку не потому, что это комплект, а потому, что мне сейчас, если я буду привязывать ее, там нету так называемой парковки для собак, и мне придется привязывать ее просто к такому, типа, столбу, хати, нам в другую сторону. Пойдем. Она просто привыкла, что после того, как она делает дела, мы уходим. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Сейчас у меня течка вот окончательно уже как бы закончилась, но еще время будет, когда я не буду водить ее на стадион, но скоро начну, и она уже опять привыкнет к тому, что нужно ходить на улицу подольше. Так что вот так вот нагуляем, да? Ребята, в общем, я вышла из магазина. Честно вам скажу, было там очень мало времени, но меня сейчас люди, может быть, не поймут, особенно если есть люди, которые смотрят меня, и у них нет собаки, но оставить свою собаку около магазина, это все равно, что оставить ребенка. Одного и без присмотра. поэтому я думаю, что вряд ли я еще оставлю свою собаку, но правда, ничего не случилось, но переживала я сильно вот эту вот минуту-полторы, пока я была в магазине, это очень неприятное ощущение. вот действительно, как будто, вот понимаете, вы идете, допустим, в магазин и кидаете своего ребенка на детской площадке на соседней улице одного маленького ребенка, там, года, года два, может быть, три, вот это вот абсолютно то же самое, ничем не хуже, ничем не отличается. Маска моя, да, хорошая. Ребят, в общем, время уже у нас опять десятый час, мы сейчас с моим только что пришли от дедушки, ходили к нему, там, что-то покормили туда-сюда, волосы мои уже частично распрямились. Да, сейчас я немножко поделаю там кое-какие свои дела и буду ложиться уже спать. Завтра, если будет тепло, то, скорее всего, я пойду на работу, но, не знаю, пока. В субботу, кстати, мы поедем в гости, я буду пить кекс, так что не пропустите рецепт. Супер-супер-пупер. И до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok